Приветствую вас и для начала позвольте порекомендовать вам в обязательном порядке обратиться к сексологу, то есть показать ему вот то, что вы написали нам ему, дабы сексолог посмотрел и уже со своей более, так скажем, профессиональной точки зрения в данном контексте дал бы вам свое заключение. Что касается психологической оценки, то я бы сказал, что первый пункт, скорее всего, породил у вас третий пункт. Но если я правильно понял, в астронологическом порядке все произошло именно так. Плюс еще, значит, у вас был стресс, и люди очень часто снимают стресс именно через секс. Это вот тоже нужно понимать. Ну, помимо стандартного совета обратиться к врачу и проверить свои гормоны, проверить ваше здоровье, состояние, так сказать, вашего организма, помимо этого я бы хотел вам задать вопрос, ну, такого плана. На мой взгляд, довольно важный вопрос. Вот вы говорите о том, значит, что у вас полгода не было мужчины. Полгода не было мужчины – это срок, ну, довольно большой. И у меня, естественно, возникает вопрос к вам. А почему у вас полгода не было мужчины – это раз и два? А почему вы, вот с учетом того, что вам 33 года, и вроде бы вы человек довольно-таки активный, открытый, я бы сказал, и так далее, почему у вас до сих пор нет постоянного партнера. Понимаете, нет ничего удивительного в том, что у вас повышенное сексуальное желание, потому что вы привыкли снимать сексуальное напряжение ночью, и делали это вы довольно продолжительное время. Потом так случилось, что вы пропустили несколько раз, и это моментально активизировало ваши потребности в сексе. А дальше просто-напросто вступило в силу в то, что у вас уже давно не было мужчины, и то, что желание подпрыгнуло, да, желание стало сильнее, как бы самоудовлетворение вас перестало удовлетворять. То есть, самоудовлетворение перестало давать вам то, что вы нуждаетесь. То есть, самоудовлетворение перестало отвечать вашим запросам. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. И теперь для того, чтобы вы вновь вернулись в норму, при условии, что у вас все в порядке со здоровьем, необходимо, чтобы у вас появился постоянный сексуальный партнер, потому что женщина в вашем возрасте переживает, как правило, пик сексуального желания, в отличие от мужчины, у которого оно в вашем возрасте немного позже начинает идти на старт. И обычное самоудовлетворение вас уже не покрывает вашу бобренность, потому что произошел скачок, сбой. И дело здесь, на самом деле, даже не в том, что вы пропустили из-за боли в животе, то могло быть что угодно, начиная там, поездка, болезнь какая-нибудь, да, и так далее. И тогда бы вполне вероятно, что вы воздерживались бы не два дня, а больше. И тогда бы все было бы, наверное, еще более острее, понимаете? Постоянный партнер нужен вам, а вот почему его нет, нужно разбирать. Но если у вас все в порядке со здоровьем, то это вот такие причины могут быть вашего подобного поведения и вашей такой вот активности. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи и не забудьте показать свой вопрос сексологам. И обязательно сходите к врачу, проведите обследование, пусть проверят уровень ваших гормонов. Желаю вам всего доброго. Желаю вам всего доброго. До новых встреч! И Control Aperole